ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Вы вновь в передаче «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Тротяков. Обсуждаем проклятые вопросы русской истории, русской современности. Сегодня на обсуждении вопрос, безусловно, относящийся к категории проклятых и для истории, и для современности России. Я не буду напоминать очевидные и всем хорошо известные факты, просто акцентирую внимание на том, что почти полтора века, значительная часть 18-го и почти весь 19-го, по крайней мере, половина 19-го, Россия билась за Кавказ. И вот сейчас формально Кавказ не принадлежит полностью России, потому что же Кавказ входит в состав Российской Федерации. А так называемые за Кавказе, независимые государства. Правда, насколько они независимы, мы поговорим отдельно. Так вот, нужен ли нам этот Кавказ? Случайно ли было то, что Российская империя пыталась его поставить под свой контроль полный? И что произошло после того, как мы частично этот контроль потеряли? Вот главный вопрос, который мы сегодня обсудим. Для начала этот простой вопрос, по традиции, для короткого ответа. Зачем Россия на протяжении полутора веков пыталась инкорпорировать себя в Кавказ? Зачем это было нужно нашей стране, Альберс Ильич? Ну, исторически, наверное, можно так сказать, что усилевость Российской империи, естественно, расширялась. И во все стороны, так сказать. Вот. И кроме того, тут был момент противостояния, противоборства с другими империями. Как то Османская империя и Персидская. Да, это очень важно, что с двумя супер империями того периода, с Османской империей, то есть с Турцией и с Персидской, то есть с Ираном современным, эта борьба за Кавказ велась. Это не так, что если бы русские, то они пришли, то там бы были вольные независимые кавказские государства. Скорее всего, там бы были либо турки, либо перцы, то есть иранцы. Так и было, в общем, и до, и слегка после, и даже во времена революции, так сказать, там появлялись такие факторы. Вот. Затем, в более поздние времена, тут был момент известного противостояния, скажем, с Британской империей. Значит, правда, он более ярко выражался туда, в Средней Азии, Афганистан, там и так далее. Ну и здесь тоже, вот Азербайджан, вот, и Грузия с Арменией. Александр Георгиевич, зачем? С точки зрения геополитики, Россия занимает территорию Хартланда или сердечной страны, чья геополитическая миссия – выйти к Южным морям. Ну, как минимум закрепиться на Черноморском побережье, а как максимум выйти к Индийскому океану. Это стратегическое сознание было очень важной составляющей элементы российской политики, российской национальной политики на Южных рубежах. И в этом отношении Россия двигалась к тому, чтобы стать настоящей полноценной сухопутной державой, получив контроль над этими пространствами береговой зоны. Как бы достичь естественных границ. Поскольку известно, что, во-первых, выход к тёплым морям позволяет очень легко охранять эту границу. Раз, открыть новые торговые пути. Два, и фактически выйти из того окружения, которое Великобритания последние 300 лет, или потом уже США в последние полвека прошлого, 20 века, держала Россию. Виталий Владимирович, есть ли что добавить к тому, что было сказано? Есть, я думаю, есть. В принципе, Кавказ ведь является таким мостом, таким перешейком между европейской частью России и Передней Азией. И действительно, Россия ведь не останавливалась. Есть такие не очень раскрученные, что ли, в массовом представлении факты о том, что были походы и в Пирсию, там Пётр Первый, потом во времена начальной советской власти. Были постоянно русско-турецкие войны. Ну и плюс был план вообще-то не ограничиться только вот этим ближшим, Черноморием, а Дарданеллы и Босфор тоже стояли. Россия, с одной стороны, Константинополь должен быть наш, это слова Достоевского, да? И не только он, это очень многие русские идеологи произносили в 19 веке и после. – Вагиф Алиав Сатович. – Ну, тут тоже можно добавить… – Вы всё-таки кавказский человек, вы можете нам ещё и как-то взгляд с другой стороны дать. – Я очень коротко. – За дно. – Коротко могу только добавить то, что Россия обязана была двигаться на юг, ибо не проводя эту политику активную на Кавказе, она не смогла бы обеспечить свою собственную южную границу, я имею в виду южную область Россия, которая присоединялась в последний период 18 века. И второе, мне кажется, очень важный элемент, то, что действительно Кавказ – как бы геополитический мост между Азией и Европой. – Если не ошибаюсь, ещё Советский говорил о том, что срединная роль, которая как геополитический мост играет в Кавказе, очень важна, не только как для экспансии, а, прежде всего, для проведения какой-то ещё и особой миссии. Я думаю, что эта мысль тоже присутствовала. – Владимир Владимирович. – Ну, тут уже очень много сказано, поэтому я останавливаюсь только на одном аспекте. – Мне кажется, что Кавказ – это своего рода Балканы для России, но они одновременно Балканы и для южных стран от России и от Кавказа. – Поэтому, если Россия владеет Кавказом, то она оттуда получает оперативный простор, и, собственно говоря, так и было для продвижения по Ирану и по Турции. И, собственно говоря, проблема ликвидации Турции и завоевания Ирана, они были чисто техническими проблемами для России. Россия была очень близка для реализации вот этих планов, если бы не сильнейшее противодействие западных стран. Но одновременно потери Кавказа превращают эту территорию как Балканы для противостоящих сил России, потому что, завоевав Кавказ, они имеют возможности влиять на все наиболее чувственные и жизненные зоны самой России. И поэтому Кавказ имеет двоякое значение – как для экспансии, так и, наоборот, для того, чтобы защитить себя. И еще один момент я отмечу, который мои коллеги не отметили почему-то. Не станем забывать, что все-таки это было продвижение христианства, христианской Европы, Россия – европейская страна в этот регион. И те, кто препятствовал этому продвижению, страны западных стран, тоже христианских стран, фактически они препятствовали продвижению христианства, которое они приветствовали во многих других регионах мира и сами, собственно, эту политику проводили. Мы зафиксировали эти моменты, и теперь основа нашей дискуссии – зачем Россия и Кавказ, какова роль Кавказа в судьбе России сегодня, вот мы должны это обсудить. Вот Россия владеет там, грубо говоря, половиной Кавказа с Северным Кавказом, по Кавказскому хриту проходит граница, и очевидно, что за доминирование в Закавказе ведется, как и в 18 веке, как и в 19 веке, ведется борьба скрытая, открытая, иногда впрямую, между, собственно, теми же самыми практическими игроками. Ну, Соединенные Штаты, как новая геостратегическая реальность, в этом участвует. Так как Россия действует дальше? Прежде чем можно на этот вопрос отвечать, нам надо учесть, видимо, еще один важный аспект, что любое маломальское такое заметное государство на Кавказе, как на Северном, так и на Южном, оно не просто являлось каким-то объектом агрессии или экспансии со стороны соседей, а оно естественным образом искало внешний центр силы, на который могла бы опереться, поскольку проблемы стояли в разные века разные. Было и монгольское нашествие сначала, были, так сказать, довольно агрессивные выпады со стороны некоторых из соседей время от времени. И поэтому тут надо вести речь не о том, что Россия просто пришла на Кавказ, да, это даже фактически и не так. То есть было встречное движение, они искали более мощного союзника, к плечу которого могли бы прислониться, учитывая же интересы собственной безопасности. Экспансия как ответ на зов, если хотите. Вот такой аспект этой проблемы тоже происходит. Да, я согласен, это важное уточнение, потому что Армения осознанный выбор сделала, Грузия осознанно подписала Георгийский трактат, а не потому, что там Белый Царь заставил. Ну, понимаете, я думаю, что здесь надо одно очень серьёзное уточнение. Каждый народ, конечно, хочет иметь самостоятельного государства, суверенного. Другое дело, что когда эта возможность оказывается иллюзорной, если национальная элита понимает это, то, как правило, этот народ выбирает меньше из зол. То есть, если невозможно самостоятельное существование, то, конечно, надо сосуществовать в рамках того государства или в союзе с тем государством, который обеспечивает наибольшие возможности для национального развития и национальной самореализации. В этом отношении, конечно же, присутствие России на Кавказе было весьма и весьма благоприятно для Армении и для Грузии. В меньшей степени, возможно, для Азербайджана, потому что это другой культурный мир. Хотя, как мы сегодня наблюдаем, я думаю, что именно может быть в большей степени благодаря российскому присутствию на Кавказе, сегодня Азербайджан может быть гораздо более продвинутой, чем даже Турция, которая является моделью для исламского мира как продвинутого светского государства. Именно потому что Россия сыграла очень важную цивилизаторскую роль. Ну, это вот, да, что еще? Я хотел бы, Татьянович, по поводу того, что сейчас Россия, по вашему утверждению, в общем, сталкивается со сходными ситуациями. Я хотел бы уточнить, что ситуация сегодняшней России по отношению к Кавказу радикальна иная, нежели на предшествующих этапах. Тогда существовали в предшествующих этапах, в битве за Кавказ, мощные региональные империи, иранская и турецкая, которые отчасти были солидарны, скажем, с интересами Великобритании, отчасти преследовали собственные региональные интересы, но это были активные игроки, с которыми Россия воевала за Кавказ всерьез. Сегодня ни Турция современная, ни Иран современный не являются экспансивными имперскими образованиями, которые... это образование неконкурентоспособное по отношению к России. Это национальные государства, очень озабоченные ситуацией на Кавказе, но никаким образом не являющиеся центрами экспансии. И возникает новый актор, новый субъект, с которым Россия сталкивается сегодня на Кавказе. Это Соединенные Штаты Америки и проводимая ими в мировом масштабе собственная американская политика. То, что говорил Андрей Нейко о балканизации, это очень выгодно сейчас именно для этого игрока, который претендует на то, что он будет единственным, играющий стороной и с черными, и белыми. В этом отношении я полагаю, что вопрос о Кавказе и его ориентации, о геополитическом влиянии России на Кавказе, это вопрос вообще судьбоносный. По большому счету мы сталкиваемся с претензией американцев на единоличный контроль за всей геополитической территорией планеты, и на Кавказе этот вызов отчетливо доносится на нас наиболее в остром и жестком виде. А остальные региональные игроки уже действительно лишь инструменты, на самом деле, и от нас зависит, либо мы сделаем Турцию, Иран и других региональных держав, нашими союзниками в этом новом, скажем, пересмотре геополитики Кавказа, либо они станут на сторону наших, тех, кто играет против нас. Я бы, может быть, тут добавил, потому что... Я хочу уточнить, что Альберт Сергеевич, помимо всего прочего, чем еще для нас интересен, он был послом России в Турции, был послом России в Индии. Или не удалось взять, но близко были к Константинополю. Вы знаете, вот сравнивать с Балканами, и тут много есть параллелей в Сокавказе, но я бы сказал, что это для России более важный и, может быть, даже более опасный регион, чем вот Балканы. Для Европы? Для нас, для России. А, ну для нас, конечно. Для нас, для России. Вот, поэтому тут завязано очень многое. Регион абсолютно нестабильный, и внутренне нестабильный внутри государств самих, и между собой, так сказать, и внешние факторы влияют. Кроме того, вот внешний факт, да, назвать одни только эти самые внутренние конфликты, очаги напряженности, там, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Аджария, Абхазия, вот, где-то там, в Азербайджане какие-то вещи могли бы иметь место, если бы вовремя, так сказать, не остановили. Словом, внутренне. Внешняя нестабильность. Значит, вот появился игрок в лице Соединенных Штатов, который уже объявил этот район зоной своих стратегических интересов. Ну, судя по последним событиям, в том числе и Ирак, значит, мы можем проецировать что угодно, так сказать. Тут нам нужно быть очень осторожными, с одной стороны, а с другой стороны, такими очень, так сказать, твердо стоящими на своих позициях, на позициях своих коренных национальных интересов. Кроме того, европейское сообщество втягивается туда, подтягивается туда НАТО, кстати говоря. Европейские сообщества каким-то странным образом втягиваются. Да вот они втягиваются как раз в конфликт. Они хотят такими супервайзерами быть. Вот Россия участвует в регулировании этих конфликтов, значит. А мы вот смотрим, ну, как в Приднестровье, так для примера просто получилось. Вроде уже договоренности были. Вот. Ну, бог с ним. Все-таки это мягче, это незаметный штат. Но непонятно, что они хотят на Кавказе. Что касается Турции и Ирана. Ну, Иран ведет себя довольно спокойно. Тут у нас, как говорится, есть определенные взаимопонимания. Значит, Турция, я бы сказал, она игрок, конечно. Есть серьезные позиции в Азербайджане. Представляющие. Вот чувствовали этот каждодневный интерес Турции к Кавказу? Да, конечно. Конечно. К Кавказу, ну, прежде всего, конечно, к Азербайджану. Тюрки. Вот. Даже по-турецки тюрк и по-нашему турок это одно и то же. Значит, Азари тюрк. Вот. Значит. Есть такой интерес. И, конечно, были и есть такие крайние, так сказать, националисты. Я прямой вопрос задам. В каких-то значимых политических кругах Турции стоит как актуальная, на какую-то перспективу, не через год, а через 5, 10, 20 лет, как актуальная задача восстановления контроля Турции над Закавказьем? Или не стоит? Или это просто несколько националистов? Отвечу четко, в чем я убежден, проработав 7 лет в этой стране и тогда, и потом. Вот. Нет такой задачи у руководства, у основного направления. Я. Но как и у нас, так и у них есть вот эти экстремисты. Экстремисты от религии и экстремисты от национализма. Это есть. Вот. И они время от времени себя, так сказать, проявляют. И в том числе и в Чечне, и в некоторых там в Татарстане, особенно вот религиозные экстремисты там и так далее. Но вот это пугаться, ужасаться там и так далее не стоит. И с ними надо вести дело и, так сказать, искать выходы из ситуации. Я многократно слышу о том, что нужно вести дело с Европой, с Европейским Союзом, с США, с Турцией, со всеми. Но, во-первых, чтобы вести дело, нужно четко знать свои собственные интересы. Там, где ты собираешься вести с кем-то дело. И, во-вторых, предполагать, что у тех, с кем ты ведешь дело, нет чрезмерных, с твоей точки зрения, интересов. А то ты будешь с ним вести дело, они хотят больше, чем ты предполагаешь. О Турции мы говорить не будем, о ее политике. Мы говорим сегодня о политике России на Кавказе. Вот мы зафиксировали исторический контекст, геополитический контекст. Можно я еще парочку факторов приведу? Я просто хочу уже ответ на этот вопрос, чтобы мы перешли к обсуждению. Что делать? Какую кавказскую политику сегодня России проводить? Я совсем уж огрублю. То ли мы должны вернуться к тем естественным границам в том или ином виде, через какое-то время, будет ли это экономическая экспансия, политическая экспансия, в крайнем случае еще какая-то. То ли мы должны зафиксировать вот это по кавказскому хребту, и там как будет развиваться, так и будет развиваться. Ну, я не знаю, вот должно быть. То есть мы говорили о том, что усилилось американское присутствие. Но оно же усилилось не только потому, что американцы более стали экспансивно себя вести, а потому что на протяжении 12-13 лет российская внешняя политика не выработала концептуального, стратегического подхода своей внешней политики на Кавказе. Вот я и хочу, чтобы мы сейчас здесь быстренько это сделали. Если не будет выработано, как вы говорите, что надо делать? Если не будет внятная выработана внешняя политика, то у нас будет продолжаться сегодняшняя ситуация, когда все будет зависеть не от стратегических интересов России, а от взаимоотношений лидеров России и стран Южного Кавказа, от взаимоотношений политических элит, от взаимоотношений каких-то других, так сказать, глобальных центров силы и так далее, и так далее. Речь идет о том, что необходима внятная, концептуальная внешняя политика, на основе которой нужно строить взаимоотношения со всеми странами, исходя из их приоритета внутренней, внешней политики. Краеугольные камни этой политики какие должны быть? Вы знаете, я хотел бы по поводу ответа на ваш вопрос, правильно ли, нужно ли нам восстанавливать прежние, то есть советские или царские границы. На мой взгляд, вопрос, или сохранить те, которые есть сейчас. На мой взгляд, тут есть очень принципиальный подвох. Вот те границы, которые были у нас до распада Советского Союза при царе, были настолько неидеальными, были настолько неадекватными, несоответствующими основным вызовом сохранения нашей национальной внешней границы, то есть по Большому Кавказу, включая Закавказские республики, настолько это было недостаточно для реальной геополитической мощи развития России, что в значительной степени именно длительные огромные сухопутные границы Советского Союза, когда этого Российской империи, которую очень дорого защищать и трудно, и стали, особенно плюс еще послевоенная граница по Европе, стали причиной геополитического краха мощной советской системы, как считается геополитическая наука. В этом отношении, на мой взгляд, Кавказ нам нужен в других границах. Кавказ должен быть внутренним регионом огромного евразийского стратегического пространства, которое только, будучи интегрированным стратегически, и сможет обеспечить России необходимый уровень безопасности. Но что это значит в наших условиях? Если мы не можем добиться этого, а сейчас мы объективно не можем добиться этого, военной экспансии или экономической экспансии, у нас нет для этого, ни для первого, ни для второго достаточного потенциала, мы должны содействовать системой альянсов, привлекая к российским стратегическим интересам те державы, сильные региональные державы, которые находятся по ту сторону Кавказского хребта, Иран и Турцию. Причем сейчас и Ирана, и все большее Турции возникает целый ряд противоречий с англосаксонской стратегической линией. На Турк давят через Северные Кипры, через Ирак, через Курнов и так далее. Если бы Россия проводила сейчас авангардную, настоящую геополитическую линию, которая бы заключалась в этой системе Евразийских союзов, мы могли бы решить мирным путем, на совершенно новой основе, без колонизации и империализма, те стратегические цели, которые ставили в течение столетий наши русские генералы, пытаясь сделать это военным образом. Вот это понятный рецепт. Вступить в Союз с Турцией, не бороться, как в 18-19 веке с Турцией и Ираном за контроль над Кавказом, а вступить с ними Союз для того, чтобы обеспечить стабильность в этом регионе в интересах всех трех... И превратив Касказ в внутреннее озеро заново, в стратегическом процессе. И против, видимо, США, поскольку... Я хотел бы... Виталий, рецепт понятен. В идеале конструкция, которую предлагает Александр, конечно, очень привлекательна, но в реальности, к сожалению, ситуация прямо... Да, прямо противоположная. Почему? Ну, во-первых, сегодня мы должны прекрасно осознавать, что под ударом находится Иран. Вот, со стороны Соединенных Штатов, это одна из стран оси зла, после освоения Ирака, видимо, удар может быть нанесен по Ирану, по-разному он может быть нанесен, или прямая военная, ну, интервенция, или... Бархатная революция. Бархатная революция, разжигание межнациональных распорей, благо иранного национального государства с огромным тюркским элементом на севере. И в этих условиях, конечно, надо прекрасно понимать, что мы не являемся основным игроком в регионе. Уже мы не являемся основным игроком. Иран сегодня ведет арьергардные бои, ПТС защитит себя и отодвинут эту угрозу. Что касается Турции, при всех возможных разногласиях, которые возникли в связи с Ираком между Турцией и США, все равно Турция рассматривается как ближайший союзник Соединенных Штатов в регионе. Действительно НАТО. Турция, член НАТО, Турция идет в ЕС, и американцы давят на Европу, чтобы Турции приняли в ЕС. И вот я думаю, что не случайно Турция идет на уступки по Кипру для того, чтобы и Кипр вошел в ЕС, и Турция вошла в ЕС. Это означает, что все-таки в этой геополитической игре в России, если и есть какой-то потенциал создавания альянсов, то это со слабым, внутренне не очень устойчивым Ираном, который действительно не хочет присутствия в регионе, большего присутствия Соединенных Штатов и вообще других стран. Потому что только на данном этапе союз России и Ирана, без внешнего воздействия, только вот этот союз может создать некий баланс в регионе, потому что в этом балансе заинтересованы еще и стран региона, только Армения. Не случайно, поэтому я помню, как покойный Александр Лебедь, будучи в Совете Безопасности, пытался создать некий альянс Афины, там Москва, Ереван, Тагеран. Ну, потому что с двух сторон некая попытка окружения Турции, потому что Турция слишком большая, мощная, динамично развивающаяся страна. Вот почему мне кажется, что здесь нужно нечто другое. Что может быть нечто другое, на мой взгляд? Это утопично, это со слабым. А вот нечто другое, я думаю, это, конечно, попытки на новых основах договариваться с Вашингтоном. Потому что Вашингтоном и с Европой. Потому что Вашингтон близко к тому, что там в свое время говорил Монтеске или вот Пол Кеннеди, оверстретчет. Вашингтон не может без конца увеличивать дефицит собственного государственного бюджета. Вашингтон не может напрягаться для того, чтобы завоевывать все новые и новые территории. Вашингтону самому нужны союзники. Я думаю, что в нынешних условиях у России есть возможность договориться с Вашингтоном о разделении ролей и обязанностей на Кавказе. А какой схеме? Вот схема примерно такая, что американцы усиливают собственную позицию на Ближнем Востоке. Это несколько дальше от нас. Это ближе и по нефтяным, и просто по поводу Израиля, и по другим вопросам, ближе к интересам Вашингтона. А вот на Кавказе не нарушается баланс, который сложился. То есть остается этот регион не через конкуренцию с Вашингтоном и вытеснение Вашингтона, а просто совместное обязательство удержать некий баланс, который существует в этом регионе и толкать страны этого региона, даже имея свои конфликты, к определенному взаимодействию и сотрудничеству. Я думаю, даже через совместную выработку некой формулы решения даже конфликтных проблем, которые есть в этом регионе. Потому что без третьей сверхсилы в регионе ни одни конфликты внутри не будут решены. И, между прочим, ни армянское руководство, ни азербайджанское, ни грузинское, ни абхазское никогда не пойдут на компромиссы. А вот если сверхсила извне навязывает решение и заставляет реализовывать это решение, как бы все с этим смиряются, потому что, ну что делать, против лома нет приема. И тогда совместными усилиями как бы осуществляются совместные экономические проекты, совместные нефтяные, газовые, транспортные и прочее, которые позволяют превратить этот регион в зону конструктивного сотрудничества с учетом особых интересов России. Я думаю, что Вашингтон, если в других регионах мы идем им навстречу, в этом регионе, если мы действительно покажем достаточно внятно, что это вот та зона жизненных интересов, где мы не сможем отступить ни шагу, я думаю, что Вашингтон может пойти навстречу. Понятно. Если не шагу. Если не шагу. Вот, если не шагу. Да, это очень четко должно быть заявлено. Ираку мы уже видели. Что может выходить, так сказать, из такого рода как бы взаимопониманий, договоренностей, либо действительно пониманий, так сказать, как бы... Почему я сказал, что там... Недалеко. Там зарыто наших 8 миллиардов. И это серьезные вещи. Ирак Джонс четко заявил в госдепартаменте. США будет нарашивать свое экономическое политическое... Да, да, да. Не надо строить люди... Помогать режимам по новым... Что касается Соединенных Штатов, это надо прямо говорить. И говорить на самом высоком уровне и так далее. Нужна... Но это вторая... Вы понимаете? Второй рецепт. Подошли к нам уже, как говорится, зашли уже в сферу наших коренных интересов. Это понятно. Рецепт... Давайте... Какой следующий? Давайте посмотрим. Я считаю, что то, что предложил Александр, это интересная вещь. Андроник прав по-своему, когда он говорит, что это не в интересах. Но мне кажется, национальные интересы превыше всего. Я думаю, что и те страны, которые он назвал Александр, и Турция, и Иран, при определенных ситуациях вполне могут активно в этой конструкции участвовать. На мой взгляд, это наиболее реальное, чем нежели уповать на какое-то абстрактное желание Соединенных Штатов Америки каким-то образом с нами более активно сотрудничать и так далее. Я полагаю, что именно создание какого-то крепкого такого ядра, вот на юге, у южной границы России, вот в виде того, что Александр предложил, но это, так сказать, предложение, оно может по-разному модернизироваться. Европейский геополитический проект. Да, проект. И я думаю, что это вообще-то заслуживает внимания. Вот этого ядра. В этом все проблемы. В идеале это хорошо, но в реальности эти компоненты сами не являются консолидированными единицами. Понятно, Аннарик, да. С другой стороны. Вся мощь Америки работает, чтобы не дать возможности создать стоподобную структуру. Понятно, но нам-то при этом нельзя. Нет, ну пока есть рецепт. Слабые, сильные стороны. Да, еще один рецепт. Вот у меня вышла книга недавно, называется «Природа русской экспансии». То есть то, о чем мы сегодня говорим, по большому счету, да, где построена концепция трех смутных времен России. Было три смутных времени, последний из них только-только сейчас заканчивается. Ну это мы знаем, да. Вот и вот господин Награнян сказал, что сейчас Россия сворачивается, да, это верно, но она, вернее, не сворачивается, она уже вот сейчас закончилась. Завершает сворачиваться. Закончила сворачиваться. Вот именно. Дай Бог, чтобы вы были правы. Но я вижу как экспансии, так и сворачиванию нет предела, к сожалению. Да, да, да. Иногда бывает, что нет предела. Да. И дальше что? Поэтому мне представляется, что как бы вот чисто такой, опять же, оборонительный подход, что вот удержать нынешние границы на Северном Кавказе, он какой-то период может быть окажется и верным. Но при этом, как верно было сказано, необходимо наращивать свое присутствие экономическое у ближайших соседей. И не только экономическое. То есть есть более такие существенные технологии, в частности, наращивание политического присутствия в странах Южного Кавказа, может быть, действительно, в Иране. А политическое присутствие предполагает, что в этих странах существует пророссийская определенная диаспора. Это могут быть люди, которые просто политически текотеют к России. Этих людей нужно всячески поддерживать. Вот это политическое присутствие в странах, сейчас со стороны России, было бы, может быть, наиболее реалистичным. Мистер Владимирович, можно я задам вопрос? Вы под понятием политическое присутствие понимаете, в частности, то, что в какие-то моменты это политическое присутствие проявляет себя в виде бархатных революций, наподобие той, которая произошла в Грузии. Существовало, как бы, гипотетически, может быть, два сценария возвращения России в Грузию. Один – это возвращение частей Грузии по частям, другое – это возвращение Грузии целиком. И ясно, что геостратегически возвращение целиком – это более предпочтительный вариант. Я не знаю, так сказать, что думает нынешняя руководство России по этому поводу, но, скорее всего, оно склоняется к этому варианту, судя по тому, как развиваются события. Поэтому, что касается бархатной революции, то, правильнее было бы сказать, не бархатная революция, на мой взгляд, а постепенная, все большая поддержка той части элиты, которая поддерживает Россию, с тем, чтобы она пришла к власти. Это не обязательно революция, перерастание. Один замечание. Здесь есть очень важный момент, в том, что мы обсуждаем. Когда мы говорим о пророссийских силах, например, в Иране, в Турции, на Кавказе, в Армении, в Азербайджане, и даже на Северном Кавказе, мы говорим с разной степенью пропорции, но о таком политическом меньшинстве при нынешнем состоянии России, на которое ни в коем случае нельзя делать ставку. Если Россия выйдет на Кавказ и к своим интеграционным, геополитическим задачам, с идеей укрепления собственной национальной государственности, как русские, как национальное государство, мы оттуда с огромной скоростью укатимся, потому что народы только что сейчас осознают свою независимость, никто не пожертвует ничем из своих собственных национальных интересов. Более того, национальная идея России это локальная идея России. Когда она была советской или имперской, она была сверхлокальной. Теперь это национальное государство. Так вот, на мой взгляд, самое важное, это каково идеологическое прикрытие наших геополитических шагов. Оно должно быть другим, оно должно быть надроссийским, наднациональным, то есть евразийским. Иными словами, на Кавказ мы должны приходить с евразийской идеей, с евразийской, транснациональной евразийской идеей, с евразийской логистикой этого подхода, который должен найти, евразийцы должны найти новый язык для Кавказа. Тогда нас поймут турки, тогда нас поймут армяне, тогда нас поймут азербайджанцы, грузины и иранцы. И мы должны каждому из этих народов, из этих уникальных анклавов анклавов локальных, предложить некий выход, новый, кстати, в соответствии с теми глобальными вызовами, трендами, современными трендами, в которых мы живем. Поэтому, мне кажется, это очень важно. Понятно, секунду, но европейская цивилизация предлагает такую идею. Это в перспективе вступления в Евросоюз, то есть в Европу, как они говорят, и все европейские ценности, в первую очередь материальные, ну и там заодно и духовные, становятся вашими, мы с вами делимся, только вот это. Но Россия, большевики дали такую идею. И она работала. И она работала, но... И мы должны сейчас на новом этапе дать новую евразийскую идею. Но она будет конкурировать с той, которая сейчас там доминирует. Виталий, я хочу... Опять же, американская... Получается, что очень интересно с точки зрения, скажем, конструкции логических каких-то схем, Александр абсолютно прав в каждом своем утверждении, но, увы, к сожалению... Это все утопия. Но, к сожалению, это не имеет никакого отношения к реальности, потому что... Ну, посмотрите, надо дать идею. Что значит, надо дать идею? Надо сначала ее иметь. Да, во-первых. И во-вторых, я хотел другое сказать. Когда пришли большевики, они делали некую идею материальной силой, потому что за этой идеей были реальные политические силы и реальные социальные силы. Но здесь мы сталкиваемся с уже существующими двумя великими идеями. Как-то вы игнорируете, и вообще все наши евразийцы игнорируют эту вещь. Вы посмотрите, с чем вы имеете дело. Это Брюссель, это расширяющаяся Европа. Европа, вступить в Европу. Это клуб богатых, процветающих, продвинутых стран, куда все хотят вступить. И это глобализм. Это уже Вашингтон. Мир, построенный по глобальным американским схемам. Опять же, где богатые, продвинутые, с грандиозными ресурсами. Поэтому это значит, надо осознавать, что вы должны предложить некий проект. Конкретно способный глобализму европеизму. Глобализму европеизму. Надо сделать евразийство, но вредно способный. Но вот посмотрите, в нынешней ситуации надо сделать это прекрасно. Но мы так можем говорить с 300 лет. Так и не делая его. Большевики поговорили, поговорили, сделали. Извините, я вам скажу. Большевики готовы были за это пролить море крови. Где сегодня люди не хотят пролить море крови. Люди не захотели пальцем шевельнуть, чтобы сохранить державу. Идея была мёртвая. А что делать? Между прочим, когда вырождается одна идея на какой-то территории, потом очень долго на этой территории не бывает идеи. Эта территория оказывается... Сегодня, между прочим, центральный вектор развития российского государства это включение в ту же Европу и становление в ряд с теми государствами, которые имеют демократические институты и ценности, развитые рыночные механизмы. Других идей сегодня не существует. И Россия для себя избрала это как магистральное направление развития. Поэтому евразийская идея может существовать, она, собственно, и существует с начала 90-х годов, как маргинальная идеологическая схема, противостоящая Западу, но противостоящая в тотальном своём противостоянии. То есть, если, скажем, придут некий Ленин, Сталин и так далее, и все ресурсы и ядерное оружие бросят для того, чтобы приостановить это тотальное зло. Но сегодня мы не можем... И, во-первых, это контрпродуктивно. Во-вторых, это евразийство как некая позитивная идея не существует. Кроме географического представления о Евразии, ни одной конструктивной... Увы, к сожалению, я много пытался... Не будем уходить в эти дебаты. Я просто хочу сказать, что против действующего и реализующегося двух проектов мы можем на данном этапе, по крайней мере, на уровне реальности, предложить вот такую умозрительную конструкцию. И вы должны столкнуть эти два проекта. Но при этом... И при этом... И при этом... В российском обществе подавляющее большинство поддерживает идею интеграции в Европу с его ценностями и институтами, с его благополучием и решением многих социальных и прочих вопросов. И эта традиция, идущая от Петра, и, собственно говоря, это единственная дорога, которая оставляет России возможность и способность подняться и быть наравне с другими. Мой финальный вопрос. По крайней мере, три стратегии действий России в Кавказском регионе, во всем Кавказском регионе, а не только в Северном Кавказе, мы обсудили. Я не буду их перечислять. И сошлись в том, что на сегодняшний день ни одной из них России не придерживается внятно, да и вообще не очень понятно, какой, собственно, стратегии поддерживается. Вопрос такой. Если в перспективе пяти-десяти ближайших лет так и не появится этой стратегии, не будет выбран один из этих вариантов или какой-то другой, но радикально решающий проблему, что ждет, собственно, весь этот Кавказский регион и северный, и южный, на ваш взгляд, Альберт Сагирович? Вы знаете, может быть и то, и другое. И взрывоопасность может возрасти, а может быть и к успокоению. Рассосется. Рассосется. Если в такой период брать. Да, да, да. Александр Геевич. Я считаю, что в России есть только один выход, это евразийская политика на Кавказе и на южном направлении, если она не будет предпринята и осуществлена консолидированным образом. нас ждет волнение мощное на Северном Кавказе, и на Северном Кавказе, и на Закавказских республиках по целому ряду параметров, которые эти точки тлеют. И, безусловно, эта линия переклинется на распад России. Поэтому у нас нет выбора, на мой взгляд. Александр Геевич. Кавказ является очень чутким барометром внутреннего политического состояния России. Он подает сразу сигналы, как только оно меняется и уходит, зашкаливает за нулевую отметку. Отсутствие концепций стратегических, да? Если их не будет, этих стратегических концепций, то все компромиссы приведут к сдаче позиций, а на самом Кавказе конфликт, который там тлеют, как на Северном Кавказе, так и на юге, они практически наверняка будут разгораться. Я все-таки с оптимизмом смотрю будущее, полагаю, что в ближайшие несколько лет все-таки мы будем свидетелями более внятной, более продуктивной политики России над Кавказом. На самом деле сформулировал вопрос по-другому, если все-таки этого не произойдет. Так вот, моя твое такое, если этого не произойдет, то, конечно, усилится экспансия США в этот регион, конфликты будут решены, но решены не Россия и не вместе с Россией, а отдельно Соединенными Штатами и своими союзниками в этом регионе. И, конечно, регион окончательно будет потерян для России, что, конечно, в свою очередь неминуемо приведет к тому, что начнутся более серьезные дезинтеграционные процессы и на Северном Кавказе. Потому что Кавказ это единая система, она необословленная. Я уже не говорю о том, что обосновавшись оттуда и взяв в клещи, потому что Кавказ, что очень важно, укрепляясь на Кавказе, американские геополитики это прекрасно понимают, они берут в клещи две страны, принципиально важные для них. Это Россия и Иран. И Турция. И Турция, они со всех сторон окружают наиболее важные страны этого региона. И, конечно, они будут иметь огромные возможности повлиять на внутриполитическое развитие и в Иране, и в Турции, и в России. Что бы я хотел сказать в конце? Только одно. Те, кто смотрел, слушал эту передачу, имея в своем подсознании, а вот тут собрались империалисты, которые пытаются раскроить по новой карту мира, в частности Кавказского региона. Ну, бог вам судья, мы говорили о другом. Мы говорили о тех основах международной политики, которые существуют вне зависимости от того, называете вы кого-то империалистом или не империалистом, Кавказ един, частично он принадлежит России, частично ей уже не принадлежит. И большая политическая, геостратегическая игра вокруг Кавказа, кто бы, что бы ни говорил, продолжается. И либо мы в ней участвуем, и участвуем в сильных позициях, либо не участвуем, тогда решение за нас и за кавказские народы примут другие. Называться они могут и не империалистами, а совсем другим, очень красивым словом. Но итог будет весьма печальный. Спасибо. До новых встреч в передаче что делать.